Музыка Во все времена, где страдали за Христа, места эти почитались святыми. За моей спиной храм-памятник на крови, где была расстреляна в июле 1918 года царская семья. И место это ныне называется Русской Голгофой. Именно в июльские дни, в дни памяти святой царственной семьи срастотерпцев, сюда приезжают со всей России тысячи и тысячи паломников и богомольцев. Большой храм не вмещает всех паломников и богомольцев, и литургии в эту святую ночь служатся на улице под открытым небом. И отсюда двигается до той самой Ганины ямы, где были брошены тела, большой многочисленный крестный ход. Урал это, конечно, и Екатеринбург сам. Это не только место убийства царской семьи. Хотя в нашем сознании он связан именно с этими событиями. Сюда надо приехать. Это интересный город, где в городе сейчас действуют и возрождаются много храмов, приходов. Замечательно надо посетить и Верхотурские монастыри. Но мы пока с вами путешествуем только по Екатеринбургу. Находимся недалеко от храма памятника на крови, где буквально в эти дни совершилось прославление в леке страстотерпцев, страстотерпца Евгения, врача. И посетим Патриаршее подворье, где познакомимся именно с кухней и традиционными уральскими рецептами. Нас встречает хозяйка и кухни этой, и вот этих замечательных апартаментов, где чаще всего едят и кушают, принимают пищу духовенства Екатеринбургской епархии. Многочисленные гости этой епархии и митрополии. Валентина Николаевна, да? Так все сказала, не ошиблась? Все сказали, правильно. Итак, сегодня, ну раз это Урал, мы всегда знаем, что у вас очень хорошо делают шанишки. Что такое шанишки? Шанишки – это с картошкой. Делаем пюре. Их можно кушать в пост и на маслечке, и со сметанкой, и с молочком пюре. Ну то есть в Центральной России, вот по мне, это пироги с картошкой, только сделаны по-особому? По-особому. Тесто научите делать? Да. Постное тесто? Давайте сделаем постное тесто, которое готовится за 20 минут, оно подходит за 20 минут. Ну рассказывайте. Мы берем водички, водички, а можно и рассолу, рассолу. Добавляем майонез, без дрожжей делаем. Почему? Потому что дрожжи как таково не полезные. Правда? Не полезные. А хлеб тогда вы какой едите? А мы сами готовим хлеб. Без дрожжевой, да? На афонской закваске, без дрожжевой и сами. Добавляем 4 ложечки. Где же вы афонскую закваску-то берете? А это нам монахиня привезла. Два года назад мы ее сохраняем. Сбадриваем. Сохраняем. И у нас в холодильнике хранится. Перемешиваем. Перемешиваем с водичкой. В общем, стакан воды и 4 ложки майонеза. Майонеза. Сколько муки добавляем? Здесь мы возьмем немножечко соли. Буквально щепотку. И берем. Господи, благослови. Размешиваем. Осторожно, аккуратно размешиваем. Почему? Потому что соль должна в этом... Здесь, если я беру рассол, вот как бы делают на вареньке, то туда же соль, это у меня рассол, он соленый. Здесь я сегодня взяла водичку, поэтому надо соли немножечко добавить. Добавляю разрыхлитель. Это сода гашеная. Разрыхлитель для теста. Ну, то есть можно и сода, и с уксусом, да? Можно. Добавляем муки. Ну, муки можно добавить... Ну, грамм 300 пойдет на это тесто. Грамм 300 на стакан воды. Вот. Размешиваем. Размешиваем до густой сметанообразной сметаны. Потом ввожу 4 ложки масла растительного. Добавляем муки, чтобы получилось тесто не густое и не жидкое. Вот. Перед добавлением масла... Сейчас добавляем масло. А для чего? Потому что после масла уже муку не рекомендуется добавлять. Ну, наливаем, да. Так. Ага. Добавляем в тесто маслечко. Валентина Николаевна, вот, допустим, человек приехал в Екатеринбург. У него всего один день, и ему что-то надо посмотреть. Куда ему надо обязательно сходить в вашем городе? Что обязательно надо увидеть? Как вы вот рекомендуете? Ну, я бы рекомендовала первое. Первое, что надо посетить, это наш патриаршее подворье. И храм на крови, и Голгофу, с чего наша началась история. Вот. Этого святого места, святой квартал. У нас очень много можно получить информации. Музей открыт, выставки великолепные, которые даже я сама здесь вот это смотрю, мне интересно, изучаю. Вот. И кажется, так мало всего, знаешь, вот этого. Вот. И удивляешься, как они жили духовно богатые, как мы в наше время живем. Вот. Многого не успеваем делать. И знаю, что мы грешны. И знаю, что хотелось бы большего успеть. Ну, как Господь даст. То есть вот замешали вот это вот тесто, да? А теперь смотрим. Его, наверное, надо ему постоять. Теперь посмотрим. Я скажу маленький секрет. Я сама дошла до этого, что тоже. Почему я добавила маслечко не в середине, не в начале, а в конце? Потому что, когда после маслечка я добавляла муки, оно у меня немножко расслаивается, отстаивается. А когда я вот добавила маслечко, ввела, перемешала, то есть вот этот вот жировой слой, оно дает... Обволакивает. Обволакивает это тесто. И я буквально на 15-20 минут вот вилочкой тесто протыкаю и ставлю, опять же, в теплое место. В теплое место. Там мы в холодное место пельмени, а здесь в теплое место. Посмотрите, какое у нас получилось тесто. Оно как бы в руках, оно у нас пищит. Теперь мы берем это тесто, его, вот это вот тесто, берем и делаем... Кругляшки такие. Кругляшки, да. Колобки. Колобки, кругляшки, снеговики. Кто как может, так и называет. Валентина Николаевна, а в чем радость жизни? Ну, радость жизни в том, чтобы приносить радость другим, а от этого и сам получаешь вроде бы радость. Вот в этом, в радости в жизни. В этом вижу, что нести добро не как самой только. Вот. И просто разминаем, да? Да. Можно попробовать-то? Пожалуйста. И стаканом, да? Стаканом. Почему я стаканом? Мне так удобнее. Вот. Вот. И оно опять начинает... Вот даже попробуйте своей вот рукой. Вот чувствуете, как оно скрипит? К рукам не пристает совершенно. Вот. Вот это маслечко играет и роль. Это рецепт у меня мама научила. На подворье у нас даже, удивляюсь, даже наши батюшки, я удивляюсь и к ней мудрости, и смотрю, батюшки встают рядом со мной, и также могут и готовить, и также меня что-то научить. Пюре. Вот. Готовим. Сварила. Добавляю туда лук крупно. Лук, морковку. Потом это убираю и добавляю водичку эту, смешиваю с маслечком растителем, обжарю лук на сковородочке и добавляю сюда. Ну, раскладывайте. Добавляю зелень, вот как бы зелень. Беру вот у нас петрушку, я не добавляю в пюре, только укропчик и лучок. И вот у нас такая, получается, начиночка. Я ее раскладываю непроизвольно. Ну, да, окладывайте быстренько, и мы уже пойдем все это в духовку ставить. Покажете, какие у вас тут печи? Да, да, да. В храме на крови. Я поставила томат шишанюшки. Смотрим, какие они у нас получились красивые с вами. Посмотрите, наши шанюшки. Вот мы и вытаскиваем готовые наши шанюшки. Посмотрите. Вот они дымятся, ага, горяченькие. Посмотрите, какие они у нас рыжие. Красивые. Желтые, как солнышко, красивые. Посмотрите, у нас тесто получилось очень тонкое. Потому что нам... Для чего нам кушать одно тесто? Вот они... Шанюшки заключаются в том, что тесто должно быть тоненькое, а пышное масса картофельное. Оно сытно и вкусно. И с собой можно куда-то в дорогу взять. С собой, конечно, в дорогу. Очень так прагматично, я бы сказала. Да. А если рядом еще из бочки достанем огурчик или помидорчик... Часто вы эти шанюшки-то едите? Часто. Часто. Это они нас выручают. Почему? Потому что на пороге гостей мы раз приготовили шанюшки. И вроде бы наше уральское блюдо. И можно есть с бульоном, с супом. И как бы и второе подать. Какой-то гарнирчик. Вот. И шанюшки. А какие люди уральцы? Вы уральцы считаетесь? Да. Вы себя сейчас называете екатеринбуржцы или свердловчане? Нет. Мы сейчас уральцы. Одно слово уральское. То есть регион уральский. У меня язык не поворачивается сказать, что свердловский. Вот. Ну. А какие люди живут на Урале? Очень добрые, отзывчивые. И в то же время, Юль, душа широкая. Вот. Мы, может быть, многое не понимаем. Но я знаю, что замечательные люди живут. Замечательные на Урале. Самое главное, смотрим на молодежь. Много молодых и хороших и добрых. Нельзя так говорить, что ой, вот там это. На Урале сама теплота. Не зря говорят, Урал – это сердце России. И я думаю, что... А сердце должно быть теплое, хорошее, доброе. Пойдемте в ваши закрома. Хватит всем рассказывать. Всего хорошего. До свидания. Приезжайте к нам в гости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова